МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новость из Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главных темах. Небезопасная дорожка. На пешеходном переходе насмерть сбили девушку. Нарушители общественного порядка. Трех жителей Махачкалы подозревают в избиении полицейских. Выбор сделан в Хасаверте. Новый мэр. Сегодня на улице Магомеда Гаджиева примерно в 11 часов 23-летний водитель автомашины Лады Калина совершил наезд на 31-летнюю девушку на пешеходном переходе. После чего автомобиль врезался в бетонный бордюр, находящийся на обочине дороги. В результате ДТП от полученных травм девушка скончалась на месте, а водитель автомашины доставлен в больницу. На место происшествия выехала оперативно-осредственная группа, которая выясняет причины произошедшего. Водитель автомашины Лада Калина, 1997 года рождения, управляя автомашиной по улице Магомеда Гаджиева, предположительное за превышение установленного скорости движения, совершил наезд на переходящую проездную часть дороги на пешеходном переходе гражданка 1989 года рождения. От полученных тенистов повреждений гражданка скончалась на месте происшествия. Три уголовных дела возбуждены в отношении трех жителей Махачкалы. Их подозревают в избиении полицейских. По версии следствия, подозреваемые нарушали общественный порядок. Наряды патрульно-постовых служб, прибывшие на место, попытались усадить нарушителей машины, чтобы доставить в отдел полиции и оформить на них административный материал. Но подозреваемые применили насилие в отношении сотрудников полиции. Свой гражданский долг исполнил спикер парламента Хизри Шихсаидов. Он принял участие в голосовании на участке гимназии номер 33. Сегодня по всей стране, в том числе и нашей республике, начались выборы. Каждые выборы – это надежды. Люди надеются, что из года в год мы будем добиваться лучших результатов и тем самым будем улучшать их жизнь. Отметил спикер парламента Дагестана. Из-за эпидемии коронавирусной инфекции выборы проходят три дня – с 11 по 13 сентября. Основным же днем станет 13 сентября. В республике много строится дорог, школ, детских садов. Благоустраиваются города, в том числе и в сельской местности. Создаются новые дополнительные рабочие места. Поэтому все это будет продолжаться, но более быстрыми темпами есть такие возможности. Каргали Каргалиев избран мэром Хасавюрта. Его кандидатуру на этот пост предложила конкурсная комиссия по выборам главы города. Ранее Каргалиев являлся ИО главы города Хасавюрт. Новый мэр родом из села Буртунай Казбековского района. Напомним, что Зайнудин Акмазов покинул пост градоначальника 10 августа 2020 года. Накануне мэр Махачкалы Салман Дадаев проверил процесс ремонта дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам градоначальника, в прошлом году было благоустроено 60 улиц. В этом году в порядок будет приведено 85. Будут установлены светофоры, дорожные знаки, а также информационные щиты и указатели. Ремонт некоторых дорог позволит разгрузить такие оживленные улицы, как Ирчи-Казака, проспект Гамидова и Мама Шамиля. Все ремонтные работы по нацпроекту планируется завершить до 1 октября текущего года. С прошлого года мы постепенно двигаемся к Шамиля. И вот если помните, заменец Танск, когда приезжал, мы именно на Примакова презентовали ему предпроектные предложения про Шамиля. И здесь были заложены основы для реконструкции проспекта Шамиля. В том числе, как мы сейчас и в этом году закладываем, выполняя работы по разгрузке. Накануне Муфти и Дагестана шейх Ахмад Афанди встретился с победителями конкурса «Лидеры России». Впервые за всю историю конкурса его призерами стали четверо дагестанцев. Заместитель министра по делам молодежи Патима Тамарова, в Рио председателя комитета по лесному хозяйству Вагаб Абдулхамидов, директор по развитию группы компании «Киргу» Хаджимурат Абашилов и координатора сообщества молодых работников «Росгидро» Алихан Аварский. Стоит отметить, что трое из лидеров ранее уже побеждали в конкурсе кадрового резерва «Мой Дагестан». Муфти поздравил победителей и выразил слова благодарности и напутствия. Мне приятно вас называть людьми, которые любят свою родину в целом и малую родину. Дагестан. Это любовь к родине. Вам, Аллах, чтобы дал возможность реализовать. Вот это я прошу Аллаха. На хорошем уровне. Чтобы от вас была польза для Дагестана и в целом для России. Потому что если для Дагестана польза, значит это для России польза. Теперь Республиканская клиническая больница будет носить имя Александра Вишневского, выдающегося хирурга, создателя знаменитой мази Вишневского. Указ об этом подписал глава Дагестана Владимир Васильев. С инициативой присвоить больницу новое имя выступил министр здравоохранения республики Джамал Динга Джейбрагимов. Дагестан был исторической родиной легендарного ученого. Ранее детство доктора прошло в селе Нижний Чирюрт. Поэтому неудивительно, что главная больница республики теперь будет носить имя выдающегося врача, великого экспериментатора, отмечают в медицинском сообществе. На сегодняшний день Республиканская больница – это крупнейшее многопрофильное медицинское учреждение Юга России. В составе стационара 1359 коек. Ежегодно сюда госпитализируется до 45 тысяч человек со всего Дагестана и соседних регионов. В больнице работают свыше 2000 сотрудников. 21-ю годовщину разгрома бандформирования отметили в Навалакском районе. Там состоялись торжественные мероприятия, посвященные увековечению памяти погибших в сентябре 1999 года при исполнении служебного долга. Гости и представители руководства района, родственники погибших в 1999-м, сотрудники правоохранительных органов возложили цветы к памятникам героически погибшим в селе Навалакское, Тухчар и Новочуртах. В слух были озвучены имена погибших, в честь которых в небо выпустили белые шары и объявлена минута молчания. Напомним, в августе 1999-го отряды боевиков численностью до 2000 человек, перейдя границу с Дагестаном, смогли занять приграничные села Тухчар, Гамиях, а также Чапаева и Ахар и сам районный центр Навалакское. Тогда, благодаря мужеству милиции и народного ополчения, удалось остановить натиск бандитов и продержаться до прихода основных сил. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!